Чао тутти! Привет всем! Continuiamo adissipare e dubbi. Продолжаем развеивать сомнения. И сегодня мы с вами должны выяснить, какие определенные артикли необходимо употреблять в словах иностранного происхождения в итальянском языке. Посмотрим на таблицу определенных артиклей. В итальянском языке в мужском роде единственного числа перед существительными, которые начинаются на согласной, мы ставим определенный артикль «иль» и во множественном числе заменяем его на «и». Перед «с» плюс согласной «з» с сочетаниями «не пси» перед буквами «х», «й» и «лунга» мы ставим определенный артикль «ло» в единственном числе и «ли» во множественном числе. В мужском роде перед гласными в единственном числе мы ставим усеченный артикль «л» с апострофом и во множественном числе заменяем его на «ли». В женском роде единственного числа перед согласными мы ставим определенный артикль «ла» и во множественном заменяем его на «ли». Перед гласными мы ставим усеченный артикль «ли» с апострофом в единственном числе и во множественном тоже заменяем его на «ли». Слова иностранного происхождения читаются и произносятся не по правилам произношения итальянского языка, а приближенно к оригиналу языка, из которого заимствовано это слово. Чтобы выяснить, какой определенный артикль надо употребить, мы обращаем внимание не на буквы, которые написаны, а на звуки, которые мы произносим. В данном слайде предоставлены слова, в которых сочетание звуков «эссеака» и «чиака» читается как «щ». И тогда в единственном числе мужского рода мы должны употребить определенный артикль «ло» и во множественном числе заменить его на «ли». Обратите внимание, что слова иностранного происхождения не изменяют своего окончания во множественном числе. Запомните устойчивое выражение «фарело щампо» – «вымыть голову». И обратите внимание, что слова «шорты», как и в русском языке, и в итальянском, не имеют единственного числа. В следующих словах сочетание «чиака» перед гласным читается как «ч». И в таких случаях в мужском роде единственного числа мы будем употреблять определенный артикль «иль» и во множественном изменим его на «и». Буква и лунга произносятся как «джи». Но если существительное «джет» – реактивный самолет, относится к мужскому роду, то мы употребляем и определенный артикль мужского рода в единственном числе «ильджет» во множественном «идджет». А существительное «джип» – «джип» относится к женскому роду, поэтому мы должны поставить и определенный артикль женского рода в единственном числе «ляджип», а во множественном «ледджип». Существительное «джинсы», как и в русском языке, не имеют единственного числа, и мы ставим артикль множественного числа «идджинс». В словосочетании «идджинс третти» – узкие джинсы, прилагательное имеет окончание «и» – мужского рода множественного числа. И артикль «и» – мужского рода множественного числа. Если буква «допьяву» произносится как полугласный, похожий на тот, который мы произносим в словах «луово», «луомо», то мы должны использовать определенный артикль мужского рода в единственном числе «ло» во множественном числе «ли». Если же буква «допьяву» произносится как «в», как в слове «вафр», например, то мы в словах, которые относятся к мужскому роду, употребляем определенный артикль «иль» в единственном числе и во множественном числе. А в словах, которые относятся к женскому роду, это такие словосочетания «ла вест коаст» – западное побережье, «ла ворт мюзик» – этническая музыка. Это слова женского рода, и мы употребляем в единственном числе определенный артикль «ла», а во множественном – определенный артикль женского рода множественного числа «л». Буква «акка» в итальянском языке, как мы знаем, не произносится, и поэтому мы слышим последующий гласный. И в мужском роде единственного числа перед гласным нам нужно поставить усеченный артикль «л» с апострофом. Соответственно, во множественном числе изменить его на артикль «ли». Есть варианты, когда перед «акка» мы должны поставить артикль «ло» – «лоэгель» – «гегель». Но есть случаи, когда используются оба варианта, например, слово «обби» – «хобби». Мы можем сказать «лообби», а также «лобби», а во множественном числе «лиобби». Слово «юмор» также и читается «юмор», и перед «й» нам необходимо поставить артикль «ло» – «лоюмор». В словах иностранного происхождения в женском роде, в отличие от мужского, мы будем ставить всегда полный артикль женского рода единственного числа «ла» и артикль женского рода множественного числа «ле». вот мы и разобрались, какие определенные артикли необходимо использовать со словами иностранного происхождения в итальянском языке. Буна фортуна! Буно студио! А la prossима!